ЧП в центре города. Сегодня днём сгорели 25 этажей жилого дома на улице Шахтёров. Только в воскресных новостях фотографии квартир сгоревшего дома. В прямом эфире воскресных новостей через несколько минут сотрудники МЧС, власти и застройщик. Но такой дом не один, что будет с остальными домами с вентилируемыми фасадами. 20.00 в Красноярске. В прямом эфире воскресные новости в ближайшие 30 минут. Свободно без цензуры о том, что на самом деле произошло сегодня, 21 сентября. Весь наш сегодняшний выпуск будет посвящен одному из крупнейших пожаров в Красноярске. В 13.50 загорелся 25-этажный дом на улице Шахтёров. Пожар, по словам очевидцев, начался на втором этаже. Загорелся фасадный утеплитель. За считанные минуты полыхала уже вся высотка. Специалисты говорят, что такого Красноярск еще не видел. Мои коллеги Мария Бухтуева, Екатерина Лукашенко, Юлия Мавшович и оператор Николай Чистяков первыми оказались на месте еще раньше сотрудников МЧС. И вот их репортаж. Спасибо, Маша. Ходи. Маша, спасибо, Маша. Пламя гуляет по зданию сверху вниз и обратно. За несколько минут выгорает весь угол 25-этажного дома. Пожарные краны остаются в районе 16-го этажа. Выше подняться не могут. В это время огонь через крышу перекидывается на второй угол здания. Сильный ветер раздувает по всему двору горящий утеплитель, метровые листы, алюминиевые обшивки. От случайной искры загораются и рвутся электропровода. Дома вступили несколько сотен человек и практически все снимают происходящее на видео. Под горящими балконами несколько припаркованных иномарок. Приезжие работники с соседних рынков буквально на руках выносят автомобили на безопасное расстояние. Пожарным удалось справиться с огнем. В той части здания, которая выгорела первой, квартира Сергея Юрлова. Молодой человек рассказывает, вышел на 5 минут в магазин. Вернулся, дом сгорел. Видел, как люди на балконах торчали, звонили все время, чтобы их вытаскивали. А из дома люди вышли? Из дома вышли все, скорее всего. Не слышали там пострадавших? Нет, пострадавших не слышал. Понятно. У вас там что осталось? У нас там все осталось. И документы, и вещи все ценные. То есть мы вышли на 5 минут. С соседнего дома там люди буквально голые, чуть ли не убегали, в копоти все, в саже, плачут все. Не дожидаясь, пока пламя перекинется на соседний дом, Наталья с мамой и котом Тиграном решили самоэвакуироваться. Нам просто стало страшно, что вдруг, не дай бог, конечно, загорится вот этот наш дом, и мы побежали. Нам стало очень страшно, потому что горело ужас. Очень сильно горело. Что с тобой взяли? Мы взяли с собой документы, деньги и кот кота. Вот там поставьте, а вот просто. Девушки будут видеть, могли бы, могли бы, просто пришли. Готовят сейчас здесь ближайшую большую школу. Для экстренной помощи людям все сделано. Спустя полтора часа загорается третий угол. Прямо в это время на балконах дома работают несколько пожарных. Однако изнутри загораются квартиры на уровне 21 этажа. Пламя начинает спускаться вниз, спасатели покидают здание. И в этот момент появляются первые вертолеты. С переменным успехом с огнем пытаются бороться не только с земли, но и с воздуха. В пятом часу вечера спустя два часа становится понятно, что дом выгорел полностью. Мария Бухтуева, Николай Чистяков. Воскресные новости ТВК. Вы сами все видели. Домашние животные, драгоценности, фамильные вещи, важные документы. Много чего сегодня навсегда осталось в огне. Одному из жильцов дома на шахтеров удалось пробраться в свою квартиру и посмотреть, во что она превратилась. За не самой крепкой дверью, которую без труда взломали пожарные, то, что все и ожидали увидеть, ничего. Мебель, бытовая техника, все сгорело. Помещение как будто из фильма ужасов. Признается хозяин, все в саже и в воде, а в воздухе невыносимый запах гари. И так во всем восточном крыле дома. Очевидно, что косметическим ремонтом здесь не обойтись. И прямо сейчас на улице Шахтеров продолжает работать наша передвижная телевизионная станция. На месте мой коллега Захар Письменных. Он в прямом эфире. Захар, что сейчас происходит на месте? Как правоохранительные органы готовятся охранять этот дом в ночные часы? Да, добрый вечер, Илья. Находимся сейчас во дворе сгоревшего дома. Начну с того, что около часа назад открыли движение по улице Шахтеров. Обе стороны, напомню, что практически весь день оно было блокировано для того, чтобы не мешать работе специальных машин. Что же касается двора, то тут можно описать, наверное, только одним словом. Словом хаос, потому что повсюду все залито водой. Разбросаны части сгоревшего дома, если можно так сказать. Это обшивка, это стекловата. С одной стороны, около подъезда толпятся жильцы. Часть из них пытаются проникнуть внутрь. Часть из них пытаются просто узнать, что будет происходить дальше. С другой стороны, вот я попрошу оператора показать, работает полпэт. Специальные службы пытаются разобрать завал и запах. В этом сгоревшие автомобили. А в ближайшее время, уже сейчас, сотрудники полиции должны отцепить территорию, для того, чтобы не было каких-то случаев мародерства. Кроме того, добавлю, что до сих пор не возбуждено уголовное дело. И в следственном комитете нам пояснили, что, возможно, это произойдет только завтра, после полного обследования дома. Ну и в конце добавлю, что жители соседних домов наконец смогли попасть в свои квартиры, потому что с утра... Эвакуированы, на месте продолжают работать специальные службы, продолжаем работать и мы. На этом у меня все. Илья. Хар, еще вопрос, если позволите. А известно, когда красноярцев, пострадавших, могут впустить в их квартиры? Потому что вот те кадры, которые мы показывали чуть ранее, красноярка не очень по правилам зашла в свою квартиру. Когда людям разрешат увидеть, что у них осталось? Пока сложно сказать, Илья. Все дело в том, что, как я уже сказал, около подъезда сейчас собрались люди. Естественно, им пытаются объяснить, что будет происходить дальше. Но пока никого не пускают внутрь, потому что сейчас там работают специальные службы. Илья. Что ж, спасибо. Наша передвижная телевизионная станция и наши корреспонденты продолжают дежурить на улице Шахтеров. А в другой точке, которая сейчас также прикована внимание, в школе номер 150, которая находится недалеко от места пожара, создан пункт временного размещения погорельцев. Именно там власти обещают кормить всех жителей пострадавшего дома. В школе находится моя коллега Екатерина Мут. Кать, как настроение в школе? Много ли красноярцев согласились уйти от дома и прийти в школу? Илья, ну вот в этой школе номер 150 находится пункт временного питания для погорельцев. Вот мы сейчас зайдем в столовую и посмотрим, что здесь находится. Здесь на самом деле очень много столов осталось, которым люди даже не притронулись. Вот здесь кормили супом, сосисками, лапшой, чаем поели, делали бутерброды. Но здесь состоялось собрание буквально полчаса назад с властями города. И после этого собрания очень мало жильцов, всего лишь человек 30, согласились сюда пойти и поесть. Но собрание следующее остается здесь в 9 вечера и после 9 вечера еще здесь в школе готовы будут кормить погорельцев. Но тем не менее на протяжении всего дня пункт работал и за весь день сюда, как говорит руководство школы, не пришло ни одного человека. Также эта школа готова сегодня и разместить желающих погорельцев, но на самом деле пока желающих нет. Все готовы уехать к своим родственникам. Также приглашают в пункт временного пребывания погорельцев для ночевки в Гренаду. Но туда тоже погорельцы не очень желают ехать. Все говорят по родственникам поедут. Ну а вот что касается, я там слышала вопрос Захару передавали по поводу того, что когда жильцы смогут в свои квартиры пройти. Жильцы смогут, Эдхам Акбулатов сказал на собрании полчаса назад, что жильцы уже могут в ближайшее время пройти в свои дома. И в 9 вечера на собрании они уже будут обсуждать вопрос по увиденному. То есть до 9 вечера они должны пройти в свои квартиры. Ну а сейчас там расчищают завалы на самом деле. Илья? Это воскресные новости. Мы вынуждены прерваться на короткий анонс рекламы, а после продолжим. Оставайтесь с нами. Где разместят погорельцев и от кого им ожидать помощь? На чужих ошибках мы не учимся. Подобные пожары в России уже были. Делаем выводы. Это воскресные новости. Мы продолжаем работать для вас в прямом эфире и обсуждать главное происшествие сегодняшнего дня. Серьезный пожар на улице Шахтеров. Прямо сейчас на связи со студией воскресных новостей. Владислав Логинов, заместитель руководителя департамента городского хозяйства. Добрый вечер. Обознался. Да, добрый вечер. Да. Посмотрите, пожалуйста. У красноярцев, которые звонят к нам в редакцию новостей ТВК, возникает главный вопрос. Чем они могут помочь погорельцам и нужна ли эта помощь? Можете ли ответить? Ну, все на месте предварительные мероприятия организованы. Произошла встреча главы города в школе 150-й с жителями. После этой встречи жители высказали свои опасения, свои предположения, каким образом им продолжать дальше. Они вернулись в свои квартиры. Они сейчас осматривают свои квартиры. И в 21 час каждый житель этого дома встретится с главой города и обозначит тот ущерб, который произошел, что произошло с его квартирой. Дальше будут проведены необходимые мероприятия. Все, что необходимо сделать, в 150-й школе организовано. Это горячее питание, это посельные принадлежности туда принесены. Ну, территория двора сейчас убирается. Поэтому администрация города делает все необходимое для того, чтобы максимально быстро устранить последствия. Все остальные решения, что касаемо теплового контура, что касаемо работы всей инфраструктуры дома, ну, все остальные решения, значит, будут приниматься на заседаниях штаба, которые возглавляет Хан Сукреевич, и будут реализованы в ближайшее время. Это касаемо теплового контура и инфраструктуры, значит, самого жилого дома. Ну, а скажи, пожалуйста, многие сегодня говорили о том, что для того, чтобы решить вопрос о возмещении ущерба, необходимо выявить, кто же все-таки виноват. Что касается первой помощи, она будет оказана всем жильцам без каких-либо дополнительных условий, да? Да, 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 да. Всем утро. Вы меня слышите? Да, теперь слышу. Да, я повторю свой вопрос. Сегодня говорили о том, что для возмещения ущерба необходимо выявить, кто же все-таки виноват. Вот первая помощь, она будет оказана без каких-либо условий, просто всем то, что необходимо, да? Да, безусловно. Это питание и проживание тех семей, которые пострадали. Конечно, все мероприятия уже подготовлены. Рассматриваются вопросы размещения жителей, ну, в различных учреждениях, в том числе и учреждениях, связанных, ну, которые являются дома отдыха и школьные учреждения. А для того, чтобы понимать масштаб, о каком количестве жильцов этого дома идет речь? То есть сколько людей, предположительно, по вашему оценку, могут быть признаны пострадавшими? Ну, очень плохо слышно, я не до конца услышал вопрос. Но все жильцы сегодня, представители квартир находятся на встрече с главой, и они заявляются. То есть есть квартиры, где жильцы не были заселены. Поэтому сейчас ведется учет, сейчас мы пытаемся понять, сколько все-таки жильцов находится, и скольким требуется помощь. Спасибо большое. На прямой связи со студией «Воскресных новостей» был Владислав Логинов, представитель департамента городского хозяйства, который должен решить и решает сейчас проблемы с Погорельцами. Ну, а пока обратимся к другой теме. Как только начался пожар, улицу Шахтеров перекрыли. Как говорил мой коллега Захар Письменных, в первой части выпуска движение на улице города было возобновлено. Давайте сейчас посмотрим, например, район улицы Березина, как обстановка сейчас там. Мы видим, что пока движение затруднено, но несущественно. Машины двигаются. Если сравнивать, конечно, с ситуацией, которая была сегодня в дневное время, это, конечно, нормальное движение автомобилей. И давайте посмотрим еще одну камеру, если у нас есть возможность. Да, мне подсказывает, что сейчас мы увидим, но в целом сегодня, конечно, нужно отдать должное. Сотрудники дорожно-постовой службы вовремя среагировали, вовремя ограничили движение. Вот мы сейчас видим это как раз кольцо, где движение в нормальном режиме. Конечно, в центре, говорят, дежурят сотрудники дорожно-постовой службы для того, чтобы каким-то образом обеспечивать безопасность. Сотрудники полиции были на месте сразу после возгорания. Поэтому, в принципе, движение сейчас в центре Красноярска возобновлено и находится в нормальном для этого времени режиме. Сейчас мы прервемся на короткий анонс рекламы. После же назовем фамилию чиновника городской администрации, который подписывал согласование на введение в эксплуатацию этого дома, а также услышим мнение сотрудников МЧС, которые собирались услышать сейчас. Так что не переключайтесь. Советы погорельцам, куда обращаться за помощью и ждать ли возмещения ущерба. Только в воскресных новостях первый комментарий строительных экспертов и застройщиков. Это воскресные новости. Мы продолжаем работать для вас в прямом эфире и продолжаем обсуждать главную тему сегодняшнего дня серьезный пожар на улице Шахтера. И сейчас, надеясь, на прямой связи со студией воскресных новостей мы увидим заместитель начальника главного управления МЧС России по краю Виктора Макеевича. Виктор Николаевич, вы нас слышите? Да, я вас слышу. Здравствуйте. Добрый вечер, Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста, а можно ли сейчас предварительно говорить о каких-то причинах возгорания? Да, предварительная причина возгорания – это работа на седьмом этаже, пока не установленных лиц, с открытым огнем. Они занимались ремонтом балкона, тепло- и влагоизоляцией. Из-за этого произошло загорание на седьмом этаже. А скажите, пожалуйста, а чем была обоснована сложность тушения пожара? Потому что вроде бы казалось, что пожар потушен, а огонь перекинулся на другую сторону. Сложность тушения таких пожаров обуславливается тем, что техника предназначена для тушения пожаров в нашем красноярском гарнизоне. Она может тушить пожары до шестнадцатого этажа. Значит, в случае с этим пожаром сложность заключалась в том, что были сильные порывы ветра, и в связи с тем, что была отключена электроэнергия, прекратили работы насосы-повесители, которые по сухотрубам подавали воду на верх лежащие этажи. Благодаря оперативным действиям руководящего состава, личного состава, к этим сухотрубам были подключены пожарные автомобили, которые подали воду на верх лежащие этажи, что позволило не дать распространиться наружного пожара внутрь этого жилого дома и спасти большое количество квартир. Также на пожаре было задействовано три вертолета МЧС России по Красноярскому краю, Сибирского регионального центра, которые сделали 34 сброса и 102 тонны воды было сброшено на этот пожар. Но, как мы понимаем, горел утеплитель под защитным слоем металлическим, поэтому очень сложно было огнетущие вещества доставить внутрь на утеплитель. Также на быстрое тушение пожара повлияло то, что пожар тушили по четвертому номеру, привлекалось порядка 45 машин Красноярского территориального гарнизона, 160 человек личного состава. Благодаря этим действиям не удалось допустить травмирования и гибели жителей этого дома. Все были жильцы эвакуированы. Ну и слава богу, Виктор Николаевич, заключительный вопрос. Есть ли у вас уже сведения, сколько квартир было уничтожено огнем или существенно пострадало? Существенно пострадало 15 квартир, существенно пострадало. Остальные квартиры понесли незначительные повреждения, такие как залило их водой и разбитые стекла квартир. Что ж, спасибо большое, спасибо за то, что были в прямом эфире воскресных новостей, спасибо за работу. Сегодня в прямом эфире воскресных новостей был заместитель начальника Главного управления МЧС России по краю Виктор Николаевич Макеевич. Вы слышали о том, что 15 квартир существенно пострадали, остальные повреждены. Ну а сегодня воскресные новости задали вопрос адвокату Дмитрию Савинскому в таких случаях, когда вот такое происходит, кто, с кого жильцы могут взыскивать ущерб? И вот что он ответил. Собственникам, чье имущество застраховано, нужно обратиться в страховую компанию, представить заявление о наступлении страхового случая. В случае, если квартира не застрахована, то необходимо установить непосредственно новенького возникновения пожара. Я думаю, это будет либо управляющая компания ТСЖ, в чем видение входят инженерные сети, либо, возможно, какое-то физическое лицо. Тогда необходимо точно так же получить акт о пожаре. Он выдается МЧС. Дождаться постановления об отказе либо о возбуждении уголовного дела. Оценить размер причин ущерба и обратиться с иском к виновнику в суд. Во всей этой истории есть только одно но, но существенное но. Виновника еще нужно установить. Процесс это крайне долгий. А в ситуации, когда в историю вовлечены крупные застройщики, которым возникают вопросы, процесс поиска виновных может растянуться на несколько лет. А до тех пор, пока его не найдут, надеяться погорельцам придется, судя по всему, только на себя и на минимальную помощь от властей. Завтра с утра наши специалисты будут участвовать в анализе причины, почему получился все-таки пожар, и почему, по какой причине. Может, там не было радиопожарных перегородов, может, еще чего-то. После того, когда мы обследуем вместе с людьми, которые занимаются причиной возгорания, мы будем принимать решение по анализу тех домов, которые стоят рядом. И не только по ним, мы будем сейчас проверить все фасадные системы, которые делались этими подрядными организациями. Но у нас давно используются навесные вентилированные фасады, основы у них примерно у всех одинаковые. Другое дело, что технологии исполнения разная, разная система существует. Поэтому систему, которую использовал этот подряд, мы точно завтра поизучаем еще на оставшиеся объекты. Это был исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Красноярского края Николай Глушков. Вы сами все слышали. Краевые власти, конечно, сейчас, сразу после пожара, проведут проверку всех домов с вентилируемыми фасадами. Вот моя коллега Екатерина Лукашенко сегодня в течение дня разбиралась. Несколько крупных пожаров в жилых домах по всей России, построенных по такой же технологии, происходили до сегодняшнего дня. Почему никто не вынес никаких уроков? Кать, здравствуйте. И хотелось бы узнать, много ли было подобных случаев? Был ли шанс у чиновников заметить, например, что где-то пожары происходят часто, в Красноярске много таких фасадов, и заняться до того, как пожары начнутся? Илья, я сегодня начала заниматься этой темой, и, честно говоря, я ужаснулась. Пожаров действительно было много. Я отмечу, что эту технологию навесных вентилируемых фасадов начали широко применять где-то лет 10-8 назад, и с тех пор с завидной регулярностью происходят пожары в таких домах. Вот, например, в 2007 году произошло возгорание 24-этажного здания «Атлантис-2» во Владивостоке. Другой случай. Пожар на 17-м этаже 31-го этажного демоскреба на улице Бабушкина в Москве. Кстати, в Москве чаще всего происходят такие пожары. Вот на Бабушкина огонь быстро распространился по всей облицовке, причем как бумага горели именно алюминиевые капанели. В 2006 году загорелась обшивка 155-метрового небоскреба «Транспорт-тауэр» в Астане. Там пылающие куски отделочных материалов отлетали во все стороны, создавая угрозу возгорания всего микрорайона. Собственно говоря, что-то похожее мы видели сегодня и на шахтеров. В 2011 году в пожаре в ТРЦ «Европа», это в Уфе, пострадало полтора десятка человек. Восемь из них было госпитализировано, двое погибли, одна из них – школьница. Наверное, самый известный случай произошел весной прошлого года. Это был пожар в самом высоком здании не только города Грозного, но и всего Северного Кавказа. По признанию Кадырова, и в этом случае горели именно внешняя вентиляционная обшивка и теплоизоляционный материал. Этот список можно продолжать. Все эти здания объединяют именно вот эти вот фасадные панели, и каждый раз огонь распространялся очень быстро. Кать, а с чем это связано? Это просто технология такая, что огонь распространяется быстро, или материалы какие-то не те? Илья, ну вот как нам пояснили эксперты сегодня, к которым мы обращались, в принципе, сами по себе панели, если соблюдать технологию производства, они безопасны и не горючие. Но очень часто случается, что технологию пытаются удешевить, либо заменить материалы на более дешевые, либо по-другому схитрить, если это можно так назвать. И получается то, что мы видели сегодня на шахтеров. А что говорят специалисты? Ну вот давайте послушаем один из комментариев. Например, Михаил Сашко, технический директор предприятия «Научно-технический прогресс». Вот он подробнее об этом расскажет. Давайте. Для навесного вентиляционного фасада, из которого изготовлен, или что выполнено на данном здании, должен быть несгораемый утеплитель. Если этот утеплитель и сгораемый, то то, что происходит, это навесной вентиляционного фасаде, должны быть специальные требования, он должен быть изготовлен по специальной технологии и по специальным техническим решениям. Если решения нарушены, то может произойти то, что произошло. Илья, вот об этом же говорит и другой наш эксперт. Это представитель одной из строительных компаний. Он просил не называть его фамилии и название его компании, но он признался, что уже несколько лет панели подобные они не изготавляют и не используют, потому что они действительно небезопасны. Ну, наша компания тоже занимается фасадом строительства, но и производит аналогичные панели, производила вернее. И 4 года назад мы сняли с производства, как панели, которые не гарантируют безопасность в плане пожарной. У нас строительство изготовлено не по технологии, а это проверить очень трудно. Как правило, документы все в порядке у этих панелей. А что на самом деле... Однако генеральный директор компании Сибагропромстроя, эта компания как раз и возводила этот дом, уверяет, что панели здесь ни при чем, они были сконструированы с полным соблюдением технологий, и они никак не могли способствовать распространению огня. Давайте послушаем его комментарий. Действительно, проверка покажет, и почему произошел пожар, и какую роль здесь сыграли фасадные панели. Мы будем следить за развитием событий. Илья? Да, Катя, и в конце кратко я могу сказать, что у «Воскресных новостей» в распоряжении есть документы, которые свидетельствуют о том, что действительно система СИАЛ-ГКМ и система «Волна-2К», которая использовалась для фасадов этого самого дома, имела все необходимые технические свидетельства. Единственное, что... Также можно сказать, что общестроительные работы и отделочные работы не были отданы никому наступ подряд, а проводились самой компанией Сибагропромстрой. Так что завтра, я думаю, к этой компании будет еще больше вопросов. И еще одна деталь. У нас также в распоряжении есть разрешение на вот этого объекта в эксплуатации. Подписан он 9 августа 2011 года. И под ним стоит подпись исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства Натальи Сфериденко. Именно она тогда согласовала ведение объекта от лица администрации Красноярска. Что ж, со всеми фигурантами мы пообщаемся уже завтра, а сегодня закончим прогнозом погоды. Спонсор прогноза погоды в городах нашего края Дом-отель «Апарт». Стоимость зависит от срока проживания. При бронировании на месяц и больше скидка до 50%. И о погоде в Красноярске. Прогноз погоды в нашем городе представляет салон-магазин «Лилу». Новое поступление осенних и зимних пальто из шерсти альпака, кашемира и ангоры. В Красноярске ночью минус один, днем плюс шесть. Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный 6,11 метров в секунду. Давление 746 миллиметров ртутного столба.